Менеджер Махачева Али Абдельазис сообщил, что Дастин Парье в июне проведет бой против Махачева. Сам же Махачев и Парье дали устное согласие на этот бой. В свою же очередь брат Хабиба Умар Нурмагомеда вызвал на бой Петра Яна и Кори Санхагина. Ну а сам же Кори Санхагин заявил о готовности провести бой с Умаром. Вы же, братья, поддержите нас лайками и комментариями. Заранее спасибо каждому из вас за поддержку. После успешной и громкой победы Дастина Парье, решил высказаться глава UFC Дэйна. И он похвалил Парье, сказав следующее. Когда мы только делали этот бой, я всем говорил, что это плохой бой для Парье. А потом и вовсе Парье заявил, что он не подписывался на этот поединок. Но как мы увидели в итоге, такие бои делают людей легендами. И я конечно же считаю, что это легендарный поединок. Потому что Парье вышел на бой против парня, который просто сносил людей со своего пути. И Дастин Парье не просто вышел на этот поединок. Он одержал великолепную победу. Я слышал, что фанаты упрекают нас. Мол, мы желаем кому-то из бойцов поражения. Но это вовсе не так, мы лишь определяем поединки, которые будут явно более захватывающими. И мы ни в коем случае не решаем, кто победит в каком-либо поединке. И конечно же именно поэтому в UFC рождаются легенды. А легендарные бои проходят у нас каждую неделю, сказал Дэйна. В свою же очередь Бенуа Сен-Дэни. После поражения решил обратиться к фанатам и он написал следующее. Приветствую, Франция. К сожалению, я не смог показать себя во всей красе. Мое тело просто меня не слушалось. После недели антибиотиков для борьбы с инфекцией. Я пытался драться, но мое тело не реагировало так, как обычно. У меня был только один раунд, чтобы одержать победу. Я извиняюсь за то, что я разочарвал вас. Но я вернусь сильнее. Спасибо Дастину за то, что он принял этот бой. Потому что я же не мог отказаться от такой возможности. Заявил Бенуа Сен-Дэни. Ну а менеджер чемпиона UFC в легком весе Махачева Али Абдельазис решил прокомментировать победу Дастина Парье. И он заявил, что Парье и Махачев проведут свой бой. Дастин Парье пошел на большой риск, когда он принял поединок против Бенуа Сен-Дэни. Но он же одержал победу и он выглядел просто потрясающе. Дастин Парье против Махачева в июне. Учитывая, что все остальные претенденты в легком весе сейчас заняты, то Ислам будет в деле, сказал Али Абдельазис. В свою же очередь сам Махачев на победу Парье написал следующее. Дастин очень впечатляюще написал Махачев. И следом Парье сделал следующее заявление. Ислам в июне написал Парье. И таким образом можно считать, что Махачев и Парье дали свое устное согласие на этот поединок. Братья, а хотели бы вы посмотреть на бой Парье и Махачева? И как вы думаете, если все же такой поединок состоится, то кто в нем победит? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях, а мы идем дальше. Мираб Двалишвили жестко высказался после того, как Шоно Мелли вызвал на бой Ильюту Пурия после своей победы. Шоно Мелли просто кусок дерьма. И сейчас я просто невероятно зол. Потому что он не вызвал меня на этот поединок. И я являюсь претендентом номер один. Так что Шоно Мелли принимай бой со мной. И если все же ты думаешь, что ты так хорош, то тогда прими этот бой и покажи это всему миру. Но ты же просто маленький испуганный тощий парень. И ты всегда вызываешь на бой кого-то, кто с тобой не собирается проводить бои, сказал Мираб Двалишвили. Ну а также и Волкановский решил высказаться, и он посоветовал Шоно Мелли поскорее провести бой против Тупурия. Я видел, что Шоно Мелли вызвал на бой Тупурию. Сейчас все знают, что я отдыхаю. Но в этом году я 100% проведу реванш против Тупурия. И я знаю, что в следующий раз я буду драться за пояс. Так что если Шоно Мелли собирается провести с ним бой, то я советую ему сделать это поскорее. Потому что я следующий претендент, сказал Волкановский. Ну а после успешной победы Петра Яна, решил высказаться 10 номер легчайшего дивизиона UFC Нурмагомедов Умар. И он обратился к Петру Яну и вызвал его на бой. Мои поздравления Петру. Хорошая рабочая победа. 3 августа я против Петра или против Кори. Пришло время, погнали, написал Нурмагомедов Умар. А также Умар касаемо своего следующего боя сделал следующее заявление. Сейчас я просто хочу бои. Кори Санхаген говорил, что он хочет выступить на международной неделе боёв. Так что погнали, я полностью готов. Но если он не готов, то мне дадут другого оппонента. Даже в Рамадан я буду усердно тренироваться. Я правда готов провести бой в любое время. Так что я готов вернуться в международную неделю боёв. Я могу выступить в любой месяц с июня по август. Но я и даже готов выйти на бой в конце мая. Потому что мне без разницы, сказал Нурмагомедов Умар. Но и после такого заявления Умара, Третий номер легчайшего дивизиона UFC Кори Санхаген. Решил всё это прокомментировать и он сделал следующее заявление. Ты что выбираешь более рейтингованного соперника и выбираешь дату? Да ладно тебе Умар. Международная неделя боёв. Ты против меня, брат, написал Кори Санхаген. А как вы думаете, кто сможет победить в таком поединке, Умар или Кори? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!